МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Мы снова в эфире Казах-ТВ и готовы рассказать вам о новых разработках в IT-индустрии. Меня зовут Серик Акишев. Смотрите сегодня в выпуске. Май по праву можно считать самым богатым на IT-событие месяцем в Казахстане. Конференции iMix и Investor Day, которые ежегодно проводит Ассоциация интернет-бизнеса в Алматы. Молодежный конкурс Hack Day, объединивший новаторов из всего Казахстана. И международная конференция-выставка Астекс-2014, которая собрала в этом году известнейших спикеров со всего мира. Сегодня мы обсудим эти мероприятия, а начнем, пожалуй, с конкурса стартапов Hack Day. Как проходило соревнование 24 часа нон-стоп, смотрите в нашем материале. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году Hack Day прошел в четырех секциях IT, мобильные приложения, кино и видео, медиа и контент. Зарегистрировалось на марафон больше тысячи человек из Казахстана и с обредельных стран. Участники в любой момент могли обратиться за советом к менторам, одним из которых стал бизнесмен Нуржан Берниязов. За четыре года проведения Hack Day в Казахстане он попробовал себя в разных ролях. Новатора, члена жюри, наставника. Изучив Hack Day с разных сторон, Нуржан выявил типичную ошибку стартаперов. Сидят на мастер-классах, слушают выступления всех компаний. Некоторые компании дают реально какую-то полезную информацию, а некоторые компании просто пиарят свои услуги. Они тратят свое драгоценное время. Они сейчас еще не понимают, что у них времени реально мало. Поэтому на мастер-класс лучше всего проходить с конкретными вопросами. Всегда есть программа, вы увидите, кто выступает. Примерно вот этот сможет мне ответить на то-то, то-то, а этот ответит на то-то, то-то. И лучше даже подходить не слушать, не тогда, когда они выступают, а подходить к кулуарах и спрашивать у них вопросы. В Казахстан Hack Day завезли из России. Там он существует с 2009 года. Формат конкурса был разработан компанией Yahoo. Корпорация проводила такие 48-часовые бреймсторминги среди штатных айтишников. Лучшие из идей впоследствии внедряли в бизнес. Позднее модели распространили среди стартаперского сообщества СНГ. Основным отличием Казахстана от других регионов организатор Михаил Кулаков называет возраст участников. Если в России это люди за 30, то в республике это старшеклассники и студенчество. Те люди, которые сейчас учатся в школах, те люди, которые сейчас учатся в вузах, они через 5 лет будут ядром. И крайне важно их привлекать и задействовать. И на самом деле в Алматы бывают очень интересные проекты. Очень сильные и серьезные не только в технологическом плане, но и в плане продумывания идей. Завершающим этапом конкурса стало награждение победителей. Первое место в IT-секции заняла команда Диаса Нургожина с проектом IBDB – Internet Books Database. Он пришел на хакдэй в одиночку с голой идеей. Нашел здесь талантливого программера и ушел с прототипом перспективного приложения. Я зарегистрировался на сайте, описал свою идею, то, что это Internet Books Database, то есть всемирный рейтинг книг. И все выставил Рустам, это мой друг. Он как сейчас выставил моему другу, да, мы его не знали. То есть он принял мое приглашение участвовать в проекте. И так и все завертелось, закрутилось. Организаторы отмечают, с каждым новым хакдэем растет не только интерес и количество команд, но и уровень профессионализма. Если в первые годы это была просто тусовка для развлечения, когда ребята собирались просто потому, что было прикольно где-то переночевать, а сейчас реально уже они делают серьезные проекты. Проекты, которые связаны с технической сложной реализацией, с новыми технологиями. Очень интересно просто за этим наблюдать. В прошлых программах мы рассказывали вам о стартап-школе iStartup. В начале пути было 13 команд. Кто-то имел лишь идею на бумаге, другие могли похвастаться готовой бизнес-стратегией. Совсем недавно участники, дошедшие до финала, смогли представить свои проекты на Investor Day. Подробнее об этом в материале корреспондентов The World of Startups. До финала школы iStartup дошло всего 7 команд. Из 13 счастливчики, дошедшие до финиша, защищали собственные проекты перед потенциальными инвесторами на своеобразном выпускном, который называется здесь Investor Day. Третье место присудили стартапу о пару такси, который уже успел продемонстрировать себя в работе и заработать первые деньги. Второе место занял стартап iDoctor – сервис по поиску врачей в Казахстане и мире. Ну а победителем стала компания Shipper.io – портал, объединяющий на одной площадке ключевых участников интернет-коммерции, поставщиков товара, торговцев и службы доставки. Если вы будете пользоваться нашей системой, вы просто авторизуетесь в личном кабинете, выбираете магазины, выбираете ставки и сгружаете товары на свой интернет-магазин. И начинаете ими торговать. Потом, когда у вас клиент заказывает, вы просто отправляетесь заказы в службу доставки, и служба доставки доставляет. То есть вам, в принципе, не нужно налаживать отношения с курьерами, с логистическими службами. Главный приз, который получила команда Shipper – шесть часов консультации с экспертами Deloitte для написания бизнес-плана по международным стандартам, что эквивалентно четырем тысячам долларов. В прошлом году мы также участвовали на мероприятии. Мы также предоставили приз для победителя, то есть мы разработали бизнес-план, и в результате того плана, который Deloitte помог разработать, компания победила также в другом большом проекте и стала одной из крупных компаний. Мы считаем, что это очень важное вложение в компанию. После награждения финалистов на конференции прошла аллея стартапов, где было представлено порядка 15 новых проектов, которые хотели бы попасть в четвертый сезон акселератора iStartup School. Он состоится с января по март 2015 года. Да, поиск свежих идей еще не закончен, так что не пропустите свой шанс. Тенденции развития e-коммерции, технологии платежных систем, биг-дейта и монетизация, развитие и-коммерции в Казахстане, опен-дейта и опен-сервис, умная индустрия и умная среда. Эти и многие другие темы успели обсудить в рамках международной конференции-выставки АСТЕКС-2014. О самых запоминающихся моментах мы расскажем в небольшом обзоре. АСТЕКС-2014. 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 Одно из самых значимых и долгожданных событий года. На выставке конференции умных технологий новаторы силиконовой долины, инвесторы, игроки мирового интернет-бизнеса ломали головы. Как извлечь максимальную пользу из технологического прогресса? Кроме того, АСТЕКС привлек десятки стартапов, которые смогли презентовать свои проекты. Многие думают, что умные технологии могут создать 2-3 студента. Просто сесть и придумать новации, но это не так. Это очень серьезная, архиважная работа. В рамках форума мы рассматриваем инновационные разработки в электронном бизнесе, развитие информационно-коммуникационных технологий. Без всего этого представить будущее уже невозможно. В сфере инфокоммуникационных технологий Казахстан на высоте. Статистика результатов по развитию электронного правительства говорит сама за себя. В рейтинге по развитию электронного участия мы разделили второе место с Сингапуром. По результатам выставки у нас на стенде есть выдача электронной цифровой подписи, запись на удостоверение личности и обучение граждан в работе с электронными услугами. Мы надеемся, что по результатам выставки увеличится и количество зарегистрированных пользователей, или количество оказанных услуг, выданных справок и так далее. И все же главная тема «Астекс» – электронная коммерция. Обороты торговли в Казахстане за последний год составил 6 миллионов долларов. Больше полутысячи интернет-магазинов представлено на рынке. Но показатели могли быть и выше, говорят эксперты. И проблема не только в логистике, но и в несовершенстве платежных инструментов. Я бы хотел обратить тоже внимание на качество самого сервиса. Да, вот. Тот же онлайн-банкинг. Да? Ну, Казком только, по-моему, почти 24 часа в сутки работает, да? И выходные и так далее. А остальные, они же… Нельзя провести транзакцию онлайн. А зачем такой онлайн-банкинг нужно? Итогом «Астекс» стало подписанием меморандума в Казахстанский фонд развития. Информационно-коммуникационных технологий договорился о сотрудничестве с технопарком Сколково и американской компанией «Макелаб». Так стартапы из Казахстана смогут развивать проекты в российском технопарке. Это лишь те немногие мероприятия, которые мы успели осветить в рамках сегодняшней программы. Хотите узнать больше? Заходите на официальные странички The World of Startups, ВКонтакте и Фейсбуке. С вами был я, Серик Акишев. До встречи в эфире «Казах-ТВ». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok